привет народ сегодня мы карповой балки находимся приехали сюда погулять посмотреть на наше чудо озеро бирюзового цвета давно здесь мы не были в общем местность такая богом забытая немножко старенько старенькое село такое уже полузаброшенное несколько домов тут у нас гуляют коровки посмотрите там мы впереди едем завод судовой вот это вот собственно детище судового завода бирюзового цвета вода именно из-за этого завода в общем то говорят вода тут не токсичная но купанию не рекомендуется так как она обработана из известью озеро очень глубокое что не скажешь об обратной стороне ссылочку оставлю в описании мы там были там озеро красное за дамбы которая является городским пляжем и там принципе очень даже интересно было погулять и вода целебные грязи целебные так что посмотрите обязательно видео ссылочку ставлю в описании сейчас пойдем посмотрим на это чудо озеро некоторые даже умудряются сюда приехать даже блогеры приезжали которые здесь купались в общем купаться конечно нельзя а вот полюбоваться такой красотой почему бы и нет запах здесь насыщенный очень много полыни травы такие солончаковые растут в общем такая вот интересная картинка перед нами это уже дочка спряталась такие вот берега брывисты она голубая да это вода именно голубого цвета такого бирюзовая и она еще такой оттенок дает из-за того что на дне вот известково соляной раствор лежит вот этот вот и вода от этого становится еще ярче там абсолютно нет никакой мульти грязи она такого вот интересного цвета данил смотри внимательно чтобы змей не было я не думаю что они уже по засыпали поэтому очень внимательно все-таки местность такая дикая леночка не лезь воду только пожалуйста так идем аккуратно через траву длинная вообще нельзя эту воду трогать потому что это химическая вода это завод сливает сюда стоки и и это вода вода не для купания не для отдыха такой вот химический отстойник запахов здесь никаких химических нет дышится здесь легко но вот такое вот необычное общем-то озеро тут какое-то издание стоит даже не знаю что это такое хотелось бы конечно больше узнать об этом озере составе воды знаю гидрогеологи сюда экологи приезжали брали пробы они здесь время от времени берут на озерах потому что здесь заводы и они контролируют экологическую ситуацию постоянно берутся пробы я думаю страшного в этом озере точно еще нету вот такой вот известково соленый раствор на дне находится старший сын у нас остался в машине и вообще не захотел с нами сюда идти сегодня такое вот небо интересно обратите внимание такие облачка тучные всю ночь шел дождик посмотрите что-то там на дне бурлит непонятно то ли из-за того что мы на камнях стоим воздух выходит то ли что это в общем какая-то какая-то реакция как будто бы идет вообще конечно интересно вода чистая чистая и облака просто вот на этой воде они отражаются очень сильное отражение если бы надо этим местом сейчас были бы тучи в небе был бы тоже такой вот зеленоватый оттенок небо также отражает это озеро такая вот особенность тут в этом году то и здесь тоже очень сильно упал уровень воды обычно и и здесь гораздо больше хотя дальше я тут глубоко воды здесь достаточно много принципе здесь ничем не пахнет вот именно соленым озером здесь не пахнет такой какой-то сыростью запах есть и все я бы сказала так вот такое вот рукотворение человека когда-то это были шикарные соленые озера богатые минералами богатые своим составом из-за чего собственно сюда и пришел человек и начал строить заводы это как сырьевая база должна была быть но со временем некуда был одевать стоки и несколько озер просто используют под отработанную рапу озеро старое там вообще ну все грязно там именно шлама накопитель с отходами а это просто отработанная рапа как-то в производстве общем используется известняк вот и поэтому такой вот цвет нет у меня к сожалению знакомого технолога можно было бы пообщаться но будет такая возможность и обязательно запишу вам видео три года назад я здесь сама попробовала помочить ножки воды здесь было гораздо больше она была настолько красивая притягательная что мы зашли по колено в воду но после этого мне недели две начисались ноги поэтому я крайне не советую здесь кому-либо купаться сейчас от этого месяца будем ехать в сторону трассы покажем вам немножко дорогу в принципе дорога здесь более-менее конечно вся залатанная но ездить можно ям больших нет здесь дорога идет дальше на филатовку а там уже пограничники граница с украиной и там же озера соль промо то есть уже промышленная рапа для добычи соли там действительно чистейшая рапа и там можно принимать такие солевые ванны спокойно вдалеке какая-то старая ферма так вот село выглядит со стороны очень много разрушенных домов нежилых тут же коровки пасутся в общем сейчас будем ехать покажу вам дорогу я думаю все что мы хотели посмотреть мы уже посмотрели идем дальше тут рядом неподалеку это вот с той стороны есть еще одно озеро называется она круглая но у него точно также сливают стоки с завода поэтому смысла туда ехать нет тем более в такую погоду сырую дожди шли несколько дней а дорога там грунтовая боюсь моя машинка туда не проедет село называется карпово балка чем-то известно но с 15 года это селение уездным как населенным пунктом когда-то она была номер два более восточный здесь находился уездный населенный пункт номер три относится сейчас он это село к филатовскому сельскому совету ни школы не садика здесь нет четыре улицы значится и около 50 человек населения когда-то здесь население доходило до 170 человек это во времена совхоза девяносто шестом году начали совхозы распадаться на их место пришли частники и все поевые земли перешли в руки частных предприятий частных хозяйств фермеров в общем конечно если раньше на сельский совет работала порядка тысячи человек совхозах то сейчас ну раз в десять так меньше то есть куда деваться сельского населения естественно все принялись в городам остановились пятихатки вот такая остановочка автобусная и напротив пасется лошадка красивая там дальше очень много техники сельскохозяйственная ведь у нас здесь сельскохозяйственный район а вот это вот озеро старое у нас там старый впереди элеватор который уже не работает почетненский и вот так вот выглядит это озеро озеро старое у меня абсолютная гладь на воде как смотрите как красиво и перед нами вот он громный завод с этой стороны тишина конечно сегодня на улице вообще но мы едем домой всем пока пока и до новых встреч